Родоница, это церковный праздник, признанный особым поминальным днем, отмечается он на девятый день после Пасхи, история праздника уходит в далекую древность, в древнеславянском образном языке понятие Родоница имело много значения и обозначало имена всех хранительниц душ умерших. Родоница, традиции. На могилы умершим родственникам в этот день приносили угощения и оставляли их на погребальных курганах. Эти подношения помогали душам получить энергию и вознестись в мир иной. Наши предки приносили на кладбище яйца и блины, часть съедали сами, а часть оставляли на могилах. В некоторых селениях было принято разбивать яйца о крест и крошить на могилу. Посещать погост на Родоницу у наших предков было обязательным ритуалом. Считалось, что того, кто не поминает родственников, тоже не будут поминать. Традиция поминать усопших на Родоницу сохранилась и сегодня. Люди приходят на кладбище, кладут на могилки поминальные дары. Крашеные яйца, блины, которые издавна считаются символом солнца, печенья, конфеты, выпечку, пшенную кашу, овсяный кисель. Считается, что в этот день души умерших людей возвращаются на землю, чтобы отведать пасхальных угощений и отпраздновать наступление Великой Пасхи. Также в этот день принято раздавать милостыню нищим на помин души усопшего. Родоница, особый поминальный день, настроение в этот день должно быть светлым и радостным. Вспоминайте хорошие и веселые моменты из жизни ваших предков. Родоница, обычай. Родоница, это родительский день, когда нужно идти на кладбище, поминать усопших близких и раздавать милостыню нуждающимся. Не все знают, как правильно попросить другого человека помянуть умершего родственника. Для этого дайте угощение со словами «Помяни раба Божьего, имя усопшего». Вкусив угощение человек должен произнести «Царствие Небесное» и сказать имя поминаемого человека. Существует поверье, что в этот день души умерших посещают родные места. Поэтому на Родоницу не забудьте ставить открытой форточку и оставить на подоконнике тарелку с конфетами, печеньем, яйцами или выпечкой. Накрывая в этот день стол, увеличьте число приборов согласно количеству родственников, которых вы поминаете. В некоторых деревнях вечером принято затапливать баню, как бы приглашая души ушедших из жизни попариться там. На Родоницу нельзя ругаться. Руганью вы расстраиваете души близких, которые в этот день находятся рядом с вами. Церковь не приветствует распитие алкогольных напитков на кладбище. Вообще считается, что выпивать на поминках не стоит. Родоница, приметы и суеверия. На Родоницу нельзя ничего сеять и сажать в землю. Существовал строгий запрет сажать что-то до этого праздника. Считалось, что сначала нужно навести порядок на могилах. А потом уже заниматься сельскохозяйственными работами. Иначе это могло обернуться неурожаем из-за летней засухи. Если на Родоницу идет дождь, это хороший знак. Наши предки во время дождя выходили на улицу и умывались дождевой водой на счастье. Считается, что тех, кто в этот день не пос. Етил кладбище, после смерти никто не будет поминать. Чтобы хорошо сохранился урожай, крестьяне трижды бросали яйцо через гумно. Важно было, чтобы яйцо не разбилось. Если на Родоницу новолуние, ждите хорошего урожая. Если убывающая луна, будет не урожай. Кто первым на Родоницу придет на кладбище, тот получит покровительство и благодарность от умерших. Беременным женщинам на Родоницу ходить на кладбище строго запрещалось. Не забудьте подписаться и поставить лайк. До встречи в новом видео на моем канале Заговоры и Приметы.